Тирамп, спасибо большое за донат с текстом «Что думаешь о подобном?» Привет, друзья. Надеюсь, вы успели посмотреть моё видео о смерти Курта Кобейна, прежде чем Ютуб его беспощадно удалил. Если нет, ссылка на его перезалив будет в описании. Дело в том, что эта информация может пригодиться нам в сегодняшнем видео. Видите ли, через два месяца после смерти Курта, в окружении Кортни Лав умер ещё один человек. Кристин Фаф, басистка группы Холл. Группы Кортни. И в этой смерти, как и в смерти Курта Кобейна, можно найти множество крайне странных мелочей и несостыковок, косвенно указывающих на причастность Кортни Лав. Именно об этом загадочном событии я и хочу с вами поговорить сегодня. Но прежде чем мы начнём... Друзья, если вы хотите научиться играть на акустической гитаре... Не хочу. ...или уже играете, но хотите играть лучше, хочу порекомендовать вам школу Playses. Playses — это 9 полноценных онлайн-курсов, которые помогут освоить и прокачать ваши гитарные навыки. Курсы предназначены для разных уровней гитаристов. К примеру, тут есть гитарная качалка, которая подойдёт вам, если у вас нет много времени, а стать лучше хочется. Здесь вы можете научиться фингерстайлу, перкуссионному фингерстайлу или прокачать свои навыки с нуля до про. Также здесь есть курсы для продвинутых гитаристов, которые хотят освоить профессиональные тонкости игры. Давайте посмотрим, как проходит обучение. После того, как вы купили курс, вам предоставляется доступ ко всем видеоурокам. Здесь мы видим все видео, которые вам доступны. Вы начинаете с обычных уроков, где объясняются конкретные техники или приёмы. Мы ничего не прижимаем, то есть искусственно не укорачиваем гриф, поэтому флажолет натуральный называется. Ага. Кристин Мари Фаф родилась 26 мая 1967 года в Ванхерсте, штат Нью-Йорк. Она была единственным ребёнком своих родителей в браке, который закончился разводом. Когда её родители развелись, Кристин была ещё маленькой. Её мать, Джанет, вышла замуж за другого мужчину, Нормана Фафа, который удочерил Кристин. Позже она взяла его фамилию. Она с детства делалась музыкой, и обучалась грена фортепиано и виолончели. В 1985 году Кристин окончила частную католическую среднюю школу Баффало, академию... Корт не лав. ...сердце. После окончания школы она ненадолго переехала в Европу, но в конце концов вернулась в Америку, чтобы учиться в Бостоне, штат Массачусетс. Но затем она вновь переехала, в Миннеаполис, штат Миннесота, и поступила в Миннесотский университет. Именно здесь в 21 год Кристин научилась играть на бас-гитаре. Здесь же в 1992 году она сформировалась... ...в 21 она только научилась играть на басухе. ...в первую группу, Дженнитор Джо. Группа выпустила свой дебютный сингл в том же году, а свой дебютный альбом Big Metal Birds годом позже. Пару слов о личности, Кристин. Это был очень мягкий, дружелюбный и скромный человек. Она всегда была очень правильной, увлекалась классической музыкой. Ее всегда больше интересовала сама музыка, чем успех, слава или деньги. Она никогда до этого не употребляла наркотики, может быть, за исключением травки. Но в Америке ее пробовал каждый второй. Так вот, группа Дженнитор Джо начала обретать первую популярность, и люди начали узнавать о ней за пределами Миннесоты. Тогда их пригласили выступить в Калифорнии. Именно эта поездка навсегда изменит жизнь Кристин, и, вероятно, не в лучшую сторону. Здесь, во время выступления, она знакомится с Кортни Лав и Эриком Эрландсоном, гитаристом группы Хол. Ух. На тот момент группа Хол искала басиста, поскольку от них недавно ушла Джил Эмери. Кортни предложила Кристин присоединиться к Хол. Кристин отказывается, и со всей группой возвращается в Миннесоту. Они вместе с Эриком начинают буквально преследовать Кристин, настаивая на том, чтобы она стала частью их группы. Она несколько раз отказывала им, но затем, посоветовавшись с отцом, она признала, что с группой Хол у нее гораздо больше перспектив, как у музыканта. На тот момент группа Хол уже подписали контакт с Лейблом, их уже знали люди, и у них были частые концерты. К слову, ее мама изначально была против этой идеи. Так или иначе, Кристин соглашается и переезжает в Сиэтл, чтобы присоединиться к Хол. В начале 1993 года Фав начала репетиций с Хол для подготовки к записи второго альбома группы. Здесь она знакомится с разными музыкантами из тусовки Кортни, включая Курта Кобейна. И это важный момент. Бля, откуда этот чувак все это знает, вопрос. Кортам у них возникла взаимная симпатия, хотя они и говорили, что они просто хорошие друзья. Корт делал Кристин подарки и оказывал ей внимание. И это дико бесило Кортни. На тот момент они с Кортом были уже женаты, и она очень ревновала к ней. Кристин была гораздо ближе к Курту по духу, чем Кортни. Она так же, как и Корт, была спокойной, немного замкнутой, очень любила музыку и не очень любила интервью, телевидение и вообще большую славу. В то время как Кортни, наоборот, любила роскошь, любила деньги и внимание журналистов, она любила гламурную жизнь. Корт и Кристин же ее презирали. Во время пребывания в Сиэтле, Кристин начинает употреблять героин. Вероятно, к этому ее подтолкнуло ее окружение. Все музыканты из группы, да и вообще большая часть музыкальной сцены Сиэтла в то время употребляли героин. Некоторые люди говорили, что это Кортни подсадила ее. Вроде того, что она давала ей героин абсолютно бесплатно. Это может оказаться лишь слухами, но это очень похоже на Кортни. Потому что если ты подсаживаешь человека на наркотики и даешь их бесплатно всегда, то у тебя появляется контроль над этим человеком. А Кортни очень любила себя контролировать, любила чувствовать себя главной и распоряжаться судьбами людей. Кристин также начала встречаться с гитаристом группы, Эриком Эрлансеном. Не то чтобы у них была большая любовь, но он был первым, с кем она познакомилась в новой пугающей обстановке и тем, кто был всегда рядом и мог поддержать. Многие считают, что Эрик на самом деле был влюблен в Кортни. Кристин очень не нравилось находиться в Сиэтле, и она хотела вернуться в Миннесоту. Она рассказала репортеру газеты Университета Миннесоты, что якобы она сказала своим коллегам из группы Холл, «Если вы хотите, чтобы я была счастлива и в здравом уме, мне просто нужно вернуться домой». Проведя почти год в Сиэтле, она уехала обратно в Миннесоту в марте 1994 года. Кортни сообщала, что это всего лишь небольшой перерыв, и Кристин надо немного побыть дома. Но Кристин, похоже, не собиралась возвращаться. Приехав в Миннесоту, она вновь собралась с участниками Дженни Трэджо и начала репетиции. При этом, по словам брата Кристин, она боялась признаться Кортни, что хочет покинуть Холл. Потому что за все это время она уже успела понять, что это за человек, насколько это маниакальная, мстительная и обидчивая личность. Она тоже говорила всем, что хочет лишь взять небольшой перерыв. Но зачем перевозить свои... По словам кого-кого, непонятно. Индийский, спасибо. О! Ча-ча-ча. Ого-го, ебанаврот. Посмотрим, сейчас, секунду. И поехали. И вещи в другой город, вновь собирать свою старую группу, начинать репетиции, если через пару месяцев ты должна вернуться в Сиэтл. И это был март 1994 года. Как раз то время, когда Курту была устроена интервенция, когда он купил ружье и когда он лег в клинику. После побега из клиники 1 апреля 1994 года, незадолго до своей смерти, Кобейн купил два авиабилета. Для себя и какой-то женщины. Кортни была уверена, что этой неизвестной женщиной была Кристин. В это же время Кортни узнает, что Корт собирается развестись с ней и вычеркнуть ее из завещания. Вполне возможно, что Корт хотел уйти от Кортни и начать отношения с Кристин. Однажды в своем интервью он сказал Кристин следующие слова. Она чертовски талантливый музыкант, и у нее также красивая душа. Я думаю, что она такая красивая, но если я когда-нибудь скажу ей это и Кортни узнает, это будет кошмар. Поэтому возможно, что ревность Кортни была вполне обоснованной. И прежде чем я продолжу историю Кристин, давайте остановимся на минутку и подумаем о мыслях Кортни в этот период. Ее муж собирается бросить ее и оставить без огромных денег. Одновременно с этим, басистка ее группы также собирается уйти. Бросить ее. Я думаю, Кортни прекрасно понимала, что Кристи не собирается возвращаться после этого перерыва. После того, как они избавились бы от Кортни, возможно, они бы сошлись и начали строить отношения. Разумеется, в такой момент Кортни чувствует себя преданной. И не одним человеком, а сразу двумя близкими людьми. Какая мысль может традиться в голове маниакального нарцисса? Нужно либо не допустить этого, либо отомстить. Держите все это в голове, я к этому вернусь. Я лишь скажу, что и Корт Кобейн, и Кристин Фаф оба умерли, пытаясь отдалиться от Кортни. Корту находят мертвым 8 апреля 1994 года. Про странные обстоятельства его смерти, которые во многом указывают на причастность Кортни, я рассказываю в видео, ссылка на которое в описании. В апреле Кристин прилетает на похороны Корта. Она была очень подавлена смертью своего близкого друга. Затем она снова улетает домой. Последний раз она прилетает в Сиэтл в июне, чтобы забрать остатки своих вещей и полностью разорвать отношения с Кортни и группой Холл. Из этой поездки Кристин уже не вернулась. 16 июня 1994 года Кристин Фаф была найдена мертвой в ванной своей квартиры в Сиэтле. Она скончалась от передозировки героина. В ее квартире на полу были разбросаны коробки с приспособлениями для приема героина. И если вы в курсе того, как нашли тело Кортта, вы можете уже заметить некое сходство. Многие обстоятельства смерти Фаф чрезвычайно подозрительны. И сейчас я расскажу почему. Перед смертью Фаф завершила программу реабилитации от наркозависимости. Ее план состоял в том, чтобы вернуться в Миннеаполис и продолжить играть со своей группой Дженни Траджо. Как я уже сказал, Кристин была в Сиэтле только для того, чтобы забрать последние свои вещи и привезти их с собой. В момент ее смерти возле квартиры уже стоял грузовик фирмы для переездов с ее вещами. Последним, кто видел ее живой, был ее бойфренд и гитарист группы Холл Эрик Эрландсон. Это было за пару дней до ее смерти. Тело Кристин же обнаружил ее друг Пол Эриксон. Вместе с ее соседкой они вызвали полицию. Как я уже сказал, на месте происшествия были найдены приспособления для приема наркотиков, наличие которых сразу же меняло восприятие ситуации. Так что прибывшая полиция, недолго думая, заключила, что смерть отступила от передозировки героина. Хотя Кристин на тот момент прошла курс реабилитации и оставалась чистой. Затем было вскрытие. И вот здесь начинаются интересные события. Вскрытие тела проводил врач по имени Николас Хоторн. Тот же самый человек, который проводил вскрытие тела Курта Кобейн. Многие мелочи в этом деле косвенно доказывали, что это было не так. Что это было убийство, инициированное Кортни Лав. И тут умирает еще один человек из окружения Кортни. Вскрытие проводит тот же самый человек, друг Кортни, который вполне может быть не очень-то объективным. Что же показало вскрытие? На вскрытие не была точно установлена причина смерти. Однако доктор заявил, что это был классический случай самоубийства. Но ведь никто даже не предполагал, что это самоубийство. Для полиции это была просто случайная передозировка. Но доктор почему-то пришел именно к такому выводу. Как и в случае с Куртом. И возможно, это первый серьезный просчет людей, спланировавших убийство. Что было дальше? Доктор Николас Хоттерн решил не проводить токсикологическое исследование. А если оно и было, то его результаты... Тоже 27 лет, кстати. Если считалось, что смерть наступила от передозировки героина, то почему бы не провести токсикологическое исследование, которое точно бы показало содержание наркотиков крови на момент смерти и подтвердило бы передозировку. Квалифицированный доктор не мог совершить такой ошибки случайно. А значит, единственным объяснением, почему он не стал проводить токсикологию, становится то, что Хоттерн знал, что это не было самоубийством, и тем более не было случайной передозировкой. Он знал, что в этом замешана его близкая подруга. И также он знал, что результаты токсикологии могли бы доказать ее причастность к этой смерти. Поэтому лучше было ее просто не проводить. Ведь если в крови Кристин не была бы обнаружена смертельная доза, или была бы обнаружена какая-то неразумно высокая концентрация, то это выглядело бы подозрительно в глазах следователей. Так звучит ли как правда то, что доктор сознательно скрыл результаты вскрытия, и сознательно решил не делать токсикологическое исследование, чтобы спасти репутацию Кортни свою или кого-то из близкого круга. Полный отчет о вскрытии так никогда и не был опубликован. Это первая и, пожалуй, самая важная странность в этом деле. Но на этом странные факты не заканчиваются. В декабре 1994 года Кортни Лавд дала интервью журналу Ронинг Стоунс, в котором, помимо всего прочего, сказала пару слов о смерти Кристин Фафф. Она сказала следующие слова. Я должна была пойти туда и увести Эрика от тела. Кристин была его любовницей очень долгое время, и он уже ломал дверь в ванную. И вот эти слова стали еще одним расчетом в организации убийства. И я объясню почему. Кортни сказала, что должна была пойти в дом Кристин и оттащить Эрика от тела. Но Эрика там просто не могло быть в тот момент. Тела нашел пол, друг Кристин. Там был он и ее соседка по дому. Вместе они вызвали полицию. Это лишь протоколы полиции. Но в протоколах вообще ничего не говорится о присутствии там Кортни Лавд. Она просто выдумала эти события. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что не Эрика. Мне Даша показала вчера рэп Тимати про Чебупели и Чебупиццу, блядь. Это пиздец. Такая хуйня вообще. Чебупели. Чебупицца. Как он говорит Чебупицца. Это, блядь, прям. Мое почтение. Если в деле Курта Кобейна все действительно было сложной и неоднозначно, то тут, на мой взгляд, ошибки со стороны убийц очень глупые очевидны, потому что есть еще кое-что. Когда мама Кристин получила вещи, которые были в квартире в момент ее смерти, она обнаружила ее дневник. Кристин каждый вечер перед сном вела личный дневник, где записывала события, свои мысли и переживания. Этот дневник содержал поистине самые сокровенные стороны личности. А это недорого? Не, нормально. А это вкусно? Нереально. Ладно, ну, короче, да. Ну, хоть это корни. Бля, это я... Бухая пила. Бухая пила. Реабилитация помогла ей избавиться от наркотиков, и все время до своей смерти она оставалась чистой. Если мы все же примем гипотезу, что Кристин была убита, то напрашивается вопрос, как ее убили. В деле Курта Кобейна все было понятно. Если его убили, то убили выстрелом из дробовика. Возможно, ей приготовили так называемый хот-шот, порцию чистейшего сильнодействующего героина, прием которой почти всегда приводит к смерти. В таком случае, это и выглядело бы как простая случайная передозировка. Если вы помните, я говорил, что Эрик Эрландсон приходил в гости Кристин незадолго до ее смерти. Он знал, что она собирается уехать навсегда, и возможно предложил ей принять последнюю прощальную дозу вместе, а затем приготовил ей смертельную дозу. Это бы объяснило оговорки Кортни насчет того, кто нашел Кристин мертвой, и нежелание доктора Хоторна проводить токсикологическое исследование. Но если Кристин действительно оставалась чистой и отказалась от последней дозы, что тогда? Тогда, возможно, ее могли усыпить чем-то вроде хлороформа, положить в ванную и ввести смертельную дозу. Затем показательно оставить все героиновые принадлежности рядом и уйти. Никто бы об этом все равно не узнал, потому что вскрытие самоубийство, бездоказательно поставленное доктором Хоторном, вырванные страницы дневника, связанные со смертью Курта. Все это более чем подозрительно. И если Кортни убила своего мужа, мировую рок-звезду четко понимая, что ничего ей за это не будет, то почему бы не убрать его возможную любовницу? Человека, который мог знать лишние подробности и лишит страха перед Кортни не сообщать их в полицию. Человека, который, возможно, был рядом с Кортном во время его исчезновения. И человека, который решил бросить Кортни лав. Только вдумайтесь, два близких для Кортни человека. Оба одновременно собираются уйти от нее. К обоим из них у Кортни есть ревность. В обоих случаях у нее есть мотив. Кортни. Человек, готовый пойти на все ради денег или своей репутации, а может просто от обиды и жажды мести. Человек, которого все боятся. У которого есть деньги, связи. И люди, готовые убить кого угодно, если она только попросит. Оба этих замечательных музыканта погибают при загадочных обстоятельствах, пытаясь отдалиться от Кортни лав. В каждом из их дел куча несостыковок, странных моментов и самое главное, сходство. Надеюсь, мы когда-нибудь узнаем правду о том, что произошло с Кортом Кобейном и Кристин Фаф на самом деле. А пока, пишите свои мысли в комментариях, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Так, хуй, мы че узнаем. Спасибо за просмотр и до скорого. Ну, интересно, я не знал, что еще и была... Еще и была басистка. Холостка. Вот, ну это все, конечно, занятно, прозрительно. Ну, я не знаю, я ничего не могу тут думать особо, но... Как бы, блядь... Как бы хуй знает, ребятки. Если бы она вообще никогда в жизни Гердос не пробовала, это было бы еще хоть как-то... Ну, более обсуждаемо и непонятно. А так, ну, мы знаем, например, историю... Как же его зовут-то сейчас? Группа называется... Малк Фан Шан. Как-то вот так вот, Малк... Малк... Блядь, как же она называется-то? Вики. И, блядь, не могу вспомнить. Сейчас. Ну, был чел, который, по-моему, то ли в 20, то ли в 25 вообще помер. И про него много песен было... Было... Сейчас, короче, смотрите. Hunger Strike. Это песня у нас... Temple of the Dog. Вот Temple of the Dog, она была основана в память об этом челе. Эндрю Вуд. Вот. И Эндрю... А, 24 ему было. То есть... Типа... Если ты плотно угорел по мистеру Героиновичу, то... Типа, блядь... 27, это уже, знаешь, в почетном возрасте, как бы, ты помираешь. Вот так-то есть истории... И тут явно не было кому-то смысла его специально, там, не знаю, ухуячивать или еще что-то. То есть... Челики могли спокойно просто отобьеба пожухнуть и все. Так что вот как-то так. Ну и насчет прострельной башки. Сознание, даже если под бухлом, оно может поменяться так, что ты уже как бы смелеешь, тупеешь, и уже какие-то более, не знаю, странные там вещи тебе кажутся нормальными и прикольными, то уж, блядь, под веществом, например, может быть, у Кобейна голова заболела, и он такой, блядь, решил, надо ее прострелить, тогда она перестанет болеть. Типа, запросто такое может быть. Но все же интересно узнать, что еще и с Басиской, Холл такая хуйня была. И что еще и там какие-то то ли мутки, то ли хуютки.